Ребят, смотрите, чугунок вот такой вот формы у нас, видите? Прямо вот готовится снизу и прям вот заворачивается. Не зря в те далекие времена придумали этот чугунок. Как взять, если, допустим, казан, он вот так вот готовится, вот так вот не пойми как. Кастрюля варится тоже вверх, а это вот прямо вот так вот. И в итоге придает очень обалденный вкус нашему блюду. Ребят, попробуйте обязательно. Привет всем! Сегодня будем делать русский жидкий плов. Ставим на костер железочку. Берем чугунок. Видно какой? Его отмыл, хороший. Прямо видно, что рабочий. Привез из деревни еще года два назад. Нам понадобится Лук, большая головка, Морковка одна большая, Я ее напополам разрезал. Чеснок, четыре штучки. Свининка, Картошечка, Лавровый лист, Приправа для свинины, Перец острый, красный. И зира. Берем свининку. У меня получается Нижняя часть, это подчеревок. Там, где сиськи. Очень вещь обалденная, Если ее правильно приготовить. Нам надо снять Шкуру с нее. Берем второй кусок. И то же самое Снимаем шкуру. В принципе, она должна вот так Сниматься руками. Пошла, кстати. Я думал, не пойдет. Тут кусок не пошел. Пришлось обрезать. Тяжеловато, но идет. Теперь у нас два куска хороших. Нам надо их порезать Ну, кусочки. Ножик что-то у меня не очень. Пойду за острым ножом схожу. Ножичек принес. Друг подарил, кстати. Ездил в Мордовию. У меня там еще раз Подарил еще один ножик. Тоже хороший. Это тот же самый человек, Который этот нож мне подарил. Все забоем скидывать. Нарезанные кусочки. Мясо размороженное. Режется плохо. Подмороженное, если было бы, Оно лучше резалось бы. И вот такая замечательная. Такая... Тюнинга.- Мапу. М- 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 Можно в принципе побольше кусочки делать Но в рот, чтобы меньше жевать, думаю, они все же должны быть помельче Вот такие вот, в принципе, вот мизинец мой, но чуть больше Куски хорошие, даже шашлык делал с подчеревка Вот такой вот получается, обалденный Даже друзей угощал, говорят, что это такое шейка Я говорю, вкуснее Говорят, а что может вкуснее шейки быть Я так и не сознался, что это Стоит недорого По деньгам не скажу, не помню, сколько там вышло Но недорого Уже не режу, а руку некоторые куски отделяются Да чего хорошее мясо Мясо с деревни привезли Не магазинное Кстати, мясо деревенское от магазина очень сильно отличается В деревне продают люди, фермеры Они мясо свое, но животных не колют ничем Там всякими антибиотиками И, кстати, вот когда ешь что-то такое непокупное в магазине Я по секрету расскажу И себя чувствуешь лучше А в магазине, допустим, купил ты там мясо Как его растили, непонятно Что туда в них кололи, в этих животных, тоже непонятно Там какие-то лекарства и организм Когда мы употребляем это мясо или еще что-то Там, допустим, овощи, фрукты У нас принимают тоже вместе с этой едой мясо Или с мясом, или же там с картошкой, или еще с чем-то Вот эти лекарства И у нас начинает организм бороться с этим делом И у нас получаются всякие разные недомогания И мы начинаем уже принимать какие-то таблетки От давления, от головы, еще от чего-то Ножик до какой-то степени все равно острый очень сильно Но тяжеловато им резать Это как бы охотничий, что ли, ножичек Подарочный Острый, все хорошо Нареканий не имею Ну, конечно, им не резать там, наверное, мясо Или еще что-то такими масштабами мелкими Не для готовки Ребят, делаю все на глаз, кому как удобно Я всегда придерживаюсь тому, что я сейчас, допустим, сделаю много мяса и много картошки Вот, все вместе А кому-то это, допустим, не нравится Кому-то хочется побольше гарнирщика, а кому-то побольше мяса Я почему-то и делаю на свой вкус Я делаю 50 на 50, чтобы было и мяса много, и картошечки много А то сейчас сделаешь, допустим, положишь много картошки В комментариях будут писать О, много картошки Положишь много мяса О, много мяса Так что, ребят, сами под себя Подгоняйте все эти рецепты Что я там, или еще кто-то там, допустим, выкладывает интернет Рекомендации какие-нибудь Рекомендации какие-нибудь Рекомендации какие-нибудь Сейчас, если С этого мяса делать, допустим Фарш, мясорубка не возьмет Нож не режет, нифига До чего мясо хорошее Так, мясо мы порезали Теперь нам надо картошку порезать, я думаю Порежем кубиками Вот как-то так Кубики примерно вот такие Где-то чуть меньше Пальчика Большого моего Ребят, я не повар Многие думают, что я повар Я не повар, я только любитель Видите, режу непонятно как И кстати, что-то делаю Я сразу, в принципе, очень быстро учусь Вы заметили, по поводу Первого куска мяса Я его начал обрезать А потом второй кусок Вроде бы как бы уже Начал уже шкуру сдирать руками Так, все У нас по поводу картошки Надо залить ее водичкой И пусть стоит Ждет Своего времени Начинаем нарезать Морковку Морковку нарезаем Пловную Вот такими полосочками Вот, в принципе, соломкой получается Сейчас еще Это совсем крупная соломка Все у нас с морковкой Все готово Готово Так, дальше начинаем процедуру следующую Теперь лук берем Нам надо лук Мелким кубиком нарезать Забку можно и оставить До мелкого кубика пополам Вот так вот режем И теперь вот вдоль Теперь у нас вот что получается Вот, моллюсики совсем практически Так 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 ребята идем теперь разводить костер и это все дело будем сейчас готовить надо подождать пока нагреется наш чугунок и добавляем туда масло подсолнечное чугунок наш нагрелся добавляем масло масла много не надо наливать так чтобы дно где-то на палец заполнить и ждем пока нагреется чугунок я привез из деревни еще там не знаю у бабушки и у моей жены давнишний не знаю старый он старинный не старинный но в итоге отмыл пользуюсь им удачно привез года два назад доволен до безобразия ребят масло наше раскалилось сейчас покажу сколько там надо масла совсем немного вот теперь нам надо загрузить туда мясо мясо когда загружаем сразу надо будет его перемешивать иначе он оно прилипнет к борта иначе он загружает 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 поездок вот остальное сушение их паспорや чуть л Noble был паспор вопрос и б в т Загружаем маленькими порциями, чтобы нам резко не охладить наш чугунок. Вон такой сильный. Как назло, а весь коктёр сутриц. Ребята, вот такая вот красотища уже начинается, запах пошёл уже. Хотя здесь вообще ничего пока нет, кроме мяса. Теперь можно подсолить, пошёл за солью. Вот мы чуть-чуть отогвинем, тот сильный очень огонёк. Мясо, смотрите, какое прикольное стало. Вот уже собственный сок. Появился у мяса, сейчас покажу вам. Вот, видите? Вещь обалденная, наивкуснейшая. Пусть готовится. Видно вам там? Да, должно видно быть. Пока отключусь. Ребят, пришло время подсолить наше мясо. На этом этапе как раз вот надо солить. Сейчас ещё подсолю. И надо добавить соевого соуса. Ребят, скажите, зачем я солил соевый соус? Как бы он солёный, но подсоливать надо из-за того, что мясо не впитает соевый соус. Будет бульон вкусный, а мясо будет недосолено. Соевый соус придаёт бульону неповторимый, замечательный вкус. Пусть готовится. Пусть готовится. Смотрите, как там всё шкварчит, бурлит. Прям замечательное блюдо. Пришло время добавить нам водички. Сырой. Я беру бутылированную. Ребят, берите или бутылированную воду, или же с колодца. Заливаем половину чугунка. Добавляем ещё соевый соус. Перемешиваем. И ждём закипания. Пока чугунок закипает, нам надо сделать пережарку. Ребят, на заранее разогретую сковородку. Вот масло добавил. Нам надо лук сделать пережарку, вывалить. обжариваем. Ну, как всегда, пассировку кто как любит. До золотистого там корочки кто как делает. Но я думаю, не мне вас учить, сами умеете. Ничего такого сложного нету. Лук наш наполовину готов. Теперь отправляем туда морковку. И дальше продолжаем жарить. Ребят, можно по отдельности, но я вот привык уже готовить так. Можно сначала лук, потом морковку. Но я вот делаю сначала до полу готовности. Довожу лук, потом загружаю я морковку. Музыка. Наша пассировочка готова. Теперь мы перемещаемся обратно к нашему котелку. Ребят, смотрите, там у нас все забурлило. Это говорит о том, что пора уже нам загружать туда нашу картошечку. Погода портится. Погода портится сюда. Все. 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 Вот какая красота у нас получается. Ребят, стало у нас здесь закипать, пора нам теперь добавлять пассеровку. Пришлось мне спрятаться от дождя, здесь дождик у нас сильный начался. Сейчас в полевых условиях получается как-то мне готовить. Так, загружаем пассеровку. Поменьше масла туда надо, вот так вот, без масла. И так там и сало присутствует, иначе жирновато будет. В принципе можно по лобникам сверху в будущем масло снять, чтобы убрать лишнее. Перемешали, теперь можно добавлять специи. Беру приправу для свинины. Она выглядит вот так, целую ложку. Дальше берем перец красный. Остринка должна быть, с остринкой вообще замечательно получается. Сам букет придает. Много не буду, примерно вот столько. Я даже много, чуть-чуть убавлю. Вот, туда же отправляем. Берем куркуму, зиру. Подумал про куркуму, но она нам здесь не понадобится. Так, это много будет, чуть-чуть обсыплю. Вот она, зира. И нам надо ее измельчить. Я измельчаю вот так вот. И отправляем туда. Теперь нам, что надо, добавить пару листиков лаврового листа. Даже еще один хватит. И берем чесночок. Отправляем все туда же. И нам надо теперь готовить в районе 40 минут. И наше блюдо будет готово. Смотрите, что сейчас там у нас. Как все готовится прекрасно. Запах уже шикарный. Хотя только-только я закинул все. Сейчас чуть-чуть помешаем. Сейчас все специи будут отдавать нашему блюду. Весь запах. Весь колорит. Ой, приятная вещь. Ну все, остаемся дальше ждать 40 минут. Ребят, смотрите. Чугунов вот такой вот формы у нас. Видите? Прямо вот готовится снизу. И прям вот заворачивается. Не зря в те далекие времена придумали этот чугунок. Как взять, если, допустим, казан, оно вот так вот готовится. Вот так вот, не пойми как. Кастрюля варится тоже вверх. А это вот прямо так вот. И в итоге придает очень обалденный вкус нашему блюду. Ребят, попробуйте обязательно. Вот, ребят, смотрите. Маленькие пузырики. Совсем манюськи. Это сейчас наше блюдо томится. В принципе, оно готово, но оно томится. Еще минут 15, и оно будет уже готово. Ребят, наше блюдо готово. Теперь можно накладывать его. Ох, какая красота. Вот беру себе с чесночком. Мечта любого мужчины особенно. И жижицы. Идем пробовать. Ребят, пробуем. Картошечка. Приятная вещь. Мясо. Сейчас поменьше кусочек возьму. Ну, бульончик. Мясо мягкое. Ребят, такая вещь. Не зря я с вами поделился этим рецептом. Пробуйте. Приготовьте такую вещь. Рекомендую. Ребят, кому была полезная информация, мой рецепт, оцените, пожалуйста, лайком. Кому не понравился рецепт, дизлайком. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Приятного аппетита. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова